МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24, студия Катерина Пионова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Опасное солнце. Как предупредить рак кожи? Серафимовский учитель работает в Сарове. Педагог православной гимназии получила почетное звание. Бадминтон-спорт равных. Проект молодежного центра победил в грантовом конкурсе Росмолодежь 2022. Далее расскажем по всем подробно. ЭНН можно будет получить через госуслуги. Совет Федерации одобрил закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг. Документ позволяет физлицу направить заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме через сайт, подписав его усиленной, неквалифицированной электронной подписью. В свою очередь, налоговый орган может направить такому физлицу ЭНН также в электронной форме через госуслуги. Соответствующие изменения вносятся в статью 84 Налогового кодекса. Они должны вступить в силу с 1 декабря. Сейчас для постановки на налоговый учет гражданин может подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Однако для получения свидетельства нужно посетить налоговую инспекцию лично. После вступления поправок в силу этот процесс будет полностью переведен в электронный формат. 27 мая отмечают День защиты от солнца. Ультрафиолет – один из главных факторов риска развития меланомы, злокачественного образования кожи. О признаках меланомы, ее диагностике и профилактике расскажем далее. Ежегодно в Сарове порядка 20 человек слышат диагноз меланомы – злокачественное пигментированное образование, которое может возникнуть как на неповрежденной коже, так и на уже имеющихся родимых пятнах и родинках. На ранних стадиях меланомы можно излечить в 90% случаев. Но если пациент обращается к врачу с запущенными формами опухоли, то помочь ему бывает сложно. Если такое образование было и стало иное, оно стало расти, увеличиваться в размере, оно становится асимметричным, неправильным, контуры его меняются, деформируются, становятся неровными, меняется цвет, либо усиленно черным становится, либо наоборот. Цвет этот меняется в пользу обесцвечивания. Это тоже признак злокачественности. Если пациент заметил какие-либо отклонения от нормы, то первично он должен обратиться к дерматологу. Если у врача будет подозрение на злокачественную опухоль, то человека направят к онкологу. В особой зоне риска находятся люди с большим количеством родинок на теле. Если у пациента большое количество родинок, и сложно ему самостоятельно оценить, насколько они доброкачественные или нет, то он должен до одного раза в полугод года проходить дерматоскопию на предмет поиска злокачественных образований. Чем больше родинок, тем выше риск развития меланомы. На развитие меланомы могут влиять генетика и хроническая травматизация. То есть, если родинки находятся, например, в местах постоянного трения от одежды. Но наиболее часто опухоль развивается от агрессивного воздействия ультрафиолета. И чем бледнее у человека кожа, тем выше риск ожога и, соответственно, развитие опухоли. Поэтому старайтесь избегать солнца, особенно в часы наиболее активного излучения – с 11 до 15 часов. Максимально защищать кожу легкой одеждой, головным убором с полями и пользоваться солнцезащитным кремом. Фактор защиты должен быть высокий – до 50. Если вас беспокоит какая-либо родинка, то проверить ее на злокачественность вы можете самостоятельно с помощью мобильного приложения «Про родинки». Загрузите фотографию родинки и необходимые данные. И нейросеть сформирует вам рекомендацию о выборе врача. Кабинет министров выделит почти 1 миллиард рублей на закупку в российские школы госсимволов. В рамках проекта образовательной организации смогут закупить флаги, гербы и гимны страны. Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что исполнение гимна и поднятие государственного флага в начале учебной недели будут проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Мордовский заповедник к началу пожара опасного сезона не готов. К такому выводу пришли специалисты Росприроднадзора по результатам внеплановой проверки территории. В прошлом году неготовность объекта в том числе стала причиной масштабного пожара. Тогда общая площадь леса, пострадавшего в результате огня, составила более 12 тысяч гектаров. В этом году основные проблемы остались нерешенными. На месте горельников находится большое количество сухой древесины. Их полная расчистка невозможна из-за законодательно установленных требований. Еще одна значимая проблема – недостаточное финансирование. В заповеднике отсутствует тяжелая техника. Важнейшая и также нерешенная проблема – отсутствие на территории Мордовского заповедника современных методов выявления пожаров. Особый секретный режим функционирования в НИЭФ и запрет на передачу данных по открытым каналам связи не позволяют внедрить систему лесной дозор. В результате большую часть информации о пожарах администрация Мордовского заповедника получает со стороны, что увеличивает время на своевременное принятие мер по тушению возгораний. Ситуация остается на постоянном контроле Росприроднадзора. Новая именная стипендия появилась в Нижегородской области и ей присвоят имя выдающегося ученого Юрия Неймарка. На стипендию смогут рассчитывать студенты-первокурсники нижегородских вузов, выбравшие IT-специальности. Будет два уровня стипендии. Первый – 30 тысяч рублей ежемесячно, второй – 15 тысяч. На стипендию первого уровня смогут рассчитывать студенты из числа победителей или призеров заключительных этапов Всероссийской Олимпиады школьников по информатике, математике или физике. Стипендия второго уровня будет назначаться студентам из числа победителей региональных этапов Всероссийской Олимпиады школьников по информатике, математике или физике. Студентам, получившим в год поступления 100 баллов ЕГЭ по информатике, математике или физике. Стипендию планируют ввести с 1 сентября. 1 июня парк имени Зернова приглашает маленьких саровчан и их родителей на праздник, посвященный Дню защиты детей. С 16 часов гостей ждут интерактивные игровые площадки и мастер-классы. Можно попасть на сказку «Волшебный цветок», сыграть в «Соображариум», вспомнить игры на площадке «Всем и родом из детства». С 17 часов на танцевальной площадке начнется большой детский концерт под открытым небом «Пусть детство звонко и смеется». В концерте примут участие вокальные и хореографические коллективы города. С этого же часа можно будет посетить мобильный детский технопарк «Кванториум». С 18.30 мальчиков и девочек ждет игра «Викторина». По правилам безопасности «Мама, я не пропаду» от поисково-спасательной группы «Рысь». С 16 до 20 часов будут работать аттракционы. В этот же день в парке действует акция «Льготное катание» для детей из многодетных семей и детей-инвалидов. Учителя православной гимназии стали победителями престижных педагогических конкурсов. Екатерина Кальманова получит грант-губернатора за конкурс на присуждение премии лучшим учителям Нижегородской области. Ее коллегу Людмилу Куликову достоилось звание «Серафимовский учитель». Подробности далее. В 2004 году Людмила Куликова стала первой участницей педагогического конкурса «Серафимовский учитель» в Сарове. Тогда она подавала заявку с проектом детского экскурсионного бюро при школе номер 7 и стала победителем. В 2009 году педагог выиграла грант на реализацию проекта «Серафимовская тропа». А в этом году Людмила Куликова представила на суд жюри проект игрового музея, который связан с историей Свято-Успенской пустыни и жизнью преподобного Серафима Саровского. По итогам конкурса Людмила Владимировна получила почетное звание «Серафимовский учитель». И это первый педагог в городе, который удостоен этого статуса. Занимаюсь воспитанием именно православным и именно этой темой преподобный Серафим. В центре моей работы батюшка Серафим. Я думаю, это та основа, это вообще основа нашего воспитания, вот эти наши святыни. Епархиальный конкурс «Учитель в православии-2022» состоял из нескольких этапов. Участники должны были показать медиавизитку, провести открытый урок, классный час, мастер-класс, а также методический семинар для педагогов Нижнего Новгорода. Татьяна Замятина представила тему по произведению Александра Грина «Алые паруса». За свое профессиональное мастерство она заняла второе место среди педагогов всех православных гимназий Нижегородской епархии. Это и опыт накопленный, а уроки, конечно, так как дети были мне неизвестны, урок создавался вновь, но прошел очень хорошо, с детьми сложился контакт, и мы просто энергетически сошлись с ребятами, поэтому об уроке очень теплые воспоминания. На конкурс на присуждение премии лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Нижегородской области Екатерина Кальманова представляла свою портфолио с профессиональными достижениями и достижениями своих учеников. Победы на различных конкурсах и олимпиадах, выступления на всероссийских и международных конференциях, публикации в научных сборниках. Педагог стала победителем конкурса и получила грант губернатора Нижегородской области. Ну это, в принципе, признание труда любого учителя, и, конечно же, это дает мне повод гордиться, прежде всего, моими учениками и нашей гимназией, потому что в нашей гимназии приоритет, конечно, отдается изучению предметов гуманитарного цикла. Это русские литературы. Поздравляем Саровскую православную гимназию с таким урожаем побед и желаем дальнейших успехов в профессиональной и творческой деятельности. Проект молодежного центра «Бадминтон. Спорт равных» победил на всероссийском конкурсе «Росмолодежь-2022». Сегодня в Нижегородской области прислали 380 заявок, из них отобрали 60. Проект молодежного центра единственный. Сарова получил поддержку. Что он из себя представляет и на кого рассчитан? Расскажем далее. Уже несколько лет в молодежном центре детей учат играть в «Бадминтон». Есть две программы – «Общий вид спорта – бадминтон» и «Спорт глухих – бадминтон». Вторая программа – предпрофессиональная, полностью адаптирована для детей с нарушениями слуха, чтобы они овладевали техническими навыками игры. Воспитанники молодежного центра достойно выступают на различных спортивных соревнованиях, в том числе и международного уровня. В этом году к этим двум программам добавится третья. Благодаря победе проекта «Бадминтон. Спорт равных» на Всероссийском грантовом конкурсе в августе молодежный центр начинает интенсивный курс по бадминтону. Руководитель проекта Парамонов Артем Дмитриевич – это воспитанник молодежного центра, который много лет тренировался под руководством Точилина Елены Михайловны. Это вообще отдельная история, история успеха, удивительного человека, который, несмотря на свой недуг, Артем является инвалидом по слуху, он тренировался с детства, занимался плаванием и больше 10 лет уже занимается бадминтоном, является кандидатом мастера спорта. Средства гранта пойдут на закупку спортивного инвентаря и оборудования. Новый проект нацелен на обучение детей и членов их семей «Игре в бадминтон». Тренировки будут идти 6 месяцев, 3 раза в неделю. Седьмой месяц посвятят подготовке к соревнованиям, затем участников проекта ждет внутренний турнир. Проект рассчитан как на здоровых детей, так и на ребят с нарушениями слуха. Также на тренировки приглашают родителей и других членов семьи ребенка с ОВЗ. Этот проект несет еще и социальную адаптацию таким детям. И родители, находясь вместе с детьми или членами их семей, они погружаются в тренировочный процесс, они видят изнутри, как это все проходит, что они совершенно спокойно могут оставить своего ребенка. Ну и потом многим детям просто сложно адаптироваться, так скажем, в чужой обстановке. Сложно найти иногда на первой ступени общий язык с тренером. А здесь всегда рядом человек, который поддержит морально. Обучение в рамках проекта бесплатное. Занятия начнутся в августе. Возрастная категория детей от 7 до 14 лет. Возраст взрослых не ограничен. Записаться можно по номеру 99-118. Екатерина Опенова, Сергей Чекалин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Темный и светлый, чистый, с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда, свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 26 по 29 мая там проходит медовая феерия. Сезон простуд в самом разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дуниковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабета. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пирга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 26 по 29 мая с 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работа Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова